привет мои дорогие подписчики с вами снова марина клятская в этом видео покажу как можно сделать необычную елку за все время когда я экспериментировала я сделала очень много елок с разной шириной ленты я экспериментировала но в этом году мне почему-то захотелось отказаться от ленты но при этом сохранить технологию я перерыла конечно весь интернет нашла много вариантов но они выглядели как дешевый парик поэтому я взяла искусственные или сувенирные деньги и решила из них создать что-нибудь необычное если вам нравится видео на моем канале не забывайте подписаться и нажать на колокольчик чтоб получать уведомления о новом видео я буду делать большую елочку поэтому основа или горшок для нее понадобится тоже приличных размеров у меня эта коробка высотой где-то 6-7 сантиметров и диаметром 12 сантиметров для того что в дальнейшем было легче и оформлять я использую сжатую бумагу или креповую бумагу и в один слой оборачиваю нашу коробку можно на этом не закончить самооформление коробки вы можете использовать мешковину мне почему-то хотелось обвернуть ее веревкой это жгутовая веревка строительных магазинах она продается без проблем причем больших объемах далее просто с помощью клея плотненько обматываю нашу коробочку этой веревкой желательно чтоб не оставалось просветов особо я не полагаюсь на коробку как основу потому как она у нас просто для устойчивости а за основу нашей елочки буду использовать вот такой вот круг диаметр его немножечко больше чем диаметр самой коробки если коробка 12 сантиметров то круг у меня 16 сантиметров и вы вырезаю из плотного картона можно коробочного края нашего круга я отклеиваю остатками из купюр одну купюру мы разрежем на 2 квадрата и останется одна полосочка именно их я тут и использую но сейчас собственно покажу как я делаю элементы это острый лепесток канзаши я думаю все с ней знакомы но в плане бумаги здесь все просто складываем несколько раз по диагонали после чего фиксируем с помощью обычного степлера ну можете использовать клей кому как удобно для того чтобы композиция точно было устойчиво я буду пробовать использовать проволоку для этого делаю небольшую спиральку в основе ну а вершина соответственно будет фиксироваться на вершине конуса но чтобы закрепить саму проволоку я использую обычный строительный гипс который сначала засыпаю в коробку где-то до половины а потом активно заливаю водой сам гипс хорошо впитывает воду поэтому разводить его отдельно я не вижу смысла вы можете просто не донести вашу смесь до сосуда вернее основы и он у вас застынет в отдельной таре гипс очень практичная вещь во первых он закрепляет нашу конструкцию во вторых он тяжелый ваша елочка просто так не рухнет с полки даже если вы на нее повешаете стеклянные шарики гипс гипс сам конус я делал из плотной бумаги это где-то 180 грамм на миллиметр Я склеила 3 листа А4 с помощью скотча, ничего особенного. После чего вскрутила в трубочку. Высота моего конуса получилась где-то 30-35 см. После чего обрезала, естественно, лишнее, для того, чтобы сама форма была правильной. Острый лепесток канзаши сам по себе очень специфический и сам конус у нас никуда не денется, его будет все равно видно. Поэтому вы можете использовать обычную газету или можете обвернуть сам конус остатками из купюр. Это тоже будет эффектно. Наша задача просто скрыть чисто белый фон. Собираем конструкцию, для этого к нашему горшку с застывшим гипсом приклеиваем круг. Ну а далее приклеиваем сам конус. Обратите внимание, что конус по диаметру получился такой, как коробочка. Основание его где-то 12 см в диаметре. Это дает возможность хорошо поместиться самому элементу в эту ячейку. После того, как наша конструкция готова, мы можем смело начинать приклеивать наши элементы. Не забывайте их поправлять и выравнивать, для того, чтобы елочка была аккуратная и ровная. Ряд за рядом выкладываем наши элементы. Я не советую их подгонять один под другой, потому как можно просто потом не угадать и ваша елочка пойдет волнами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сколько рядов и в каждом ряду сколько элементов А также вы видите общее количество Также эту же информацию можете потом встретить и в описании под видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Завершаем нашу елочку вершинкой Все делается то же самое Ровненько, быстро Субтитры сделал DimaTorzok Покупаем любую мишуру которую вы найдете в ближайшем супермаркете или магазине И украшаете елочку так как вы хотите Также можно украсить ее монетами Желательно блестящими Я использовала обычные звездочки, которые приклеивала по кругу через ряд Субтитры сделал DimaTorzok Вершина моей елочки Это конечно же звезда Она поместилась как раз по центру Но для того, чтобы она не отлетела Я добавила укрепляющие бусины вокруг Также можно украсить на любой вкус Сам горшок нашей елки Я использовала ленту 1,2 см Бежевого цвета А также очень тоненькую Где-то 3 мм ленту коричневую Ну а также можно добавить Небольшую снежинку Под ленту коричневого цвета Я в дальнейшем Повестила согнутые остатки Долларовых купюр Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот чудесная красавица Ростом 45 см у меня вышла С одной стороны серебряная елка Выглядит очень эффектно Но с другой стороны Если хорошенько ее рассмотреть Можно заметить, что это действительно купюры Такого рода украшения Будет прекрасно смотреться в любом офисе Ну и конечно же Такой сувенир Будет притягивать себе деньги Но для всех своих подписчиков И не только Я желаю, чтобы в новом году Эти ненастоящие деньги Превратились в настоящие И радовали вас все больше Всем спасибо за внимание И до новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok